В результате огромного количества научных достижений создания антибиотиков, вакцин, препаратов, снижающих холестерин и сердечного аспирина, продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет, не работая, и с этим что-то надо делать. Сегодняшний круглый стол, который состоялся, он обсуждал проблемы этих людей. С моей точки зрения, две вещи надо сделать. Первое, немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах. И второе, те люди, которые оказались на пенсии и жаждут найти работу, переобучиться, жаждут просто общаться. Их надо объединить в специальные клубы, потому что мировая экономика использует объединение пожилых людей в клубы дневного пребывания для того, чтобы снизить обращаемость в медицинские учреждения и меньше тратить государственных денег, которые идут на лечение этих детей, этих людей. Оказалось, что общение людей старшего возраста снижает их обращаемость в медицинские учреждения. Поэтому во всех отношениях важно заседание этого круглого стола и, конечно, важны те решения, которые будут приняты в Москве. А Москва сегодня возглавляет список лучших мест мира и, конечно, это самый прогрессивный город нашей страны.